Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайно. Дома, в машине, на улице. Не пускайте детей гулять одних даже недалеко от дома, пока не убедитесь, что они умеют себя правильно вести в различных ситуациях. Не позволяйте ребенку езжать на велосипеде за пределы двора до тех пор, пока он не научится узнавать время по часам, пользоваться телефоном и отвечать за свои поступки. Дети младшего школьного возраста очень часто получают травмы, катаясь на качелях, каруселях. Сколько раз приходилось наблюдать ситуацию, когда ребенок подходит к качелям, которые качаются и получают травму. Родителям следует помнить, что дети в силу своего возраста не могут оценить степень опасности каких-то предметов или своих действий. Конечно, запугивать ребенка не стоит, но объяснять, рассказывать, беседовать, проигрывать различные ситуации просто необходимо. Детям нельзя разрешать играть в темных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях или заброшенных зданиях рядом с железной дорогой или автомагистралью. Они должны всегда говорить вам, куда идут. Убедитесь, что вы знаете, где это место находится. Скажите ребенку, когда следует возвращаться домой и заранее рассчитайте, сможет ли он вернуться вовремя. Особую опасность на улице представляют животные. Дети зачастую пытаются поиграть с прогуливающимися собаками, которые поначалу могут вести себя вполне дружелюбно, но в любой момент могут кинуться на ребенка, нанеся множественные укусы. Нужно объяснять ребенку, что не стоит подходить к собаке, даже если она гуляет с хозяином. Собака может напасть, защищая его. Дети обычно очень общительны. Они радуются каждому новому знакомому. Но нужно строго следить, чтобы знакомство было подходящим. Как объяснить ребенку, в каких случаях можно и когда нельзя знакомиться? Со взрослыми людьми детей обычно знакомят родители. И это, пожалуй, самый правильный способ завести себе друзей среди стартов. Минск чрезвычайный. Учите ребенка не разговаривать с посторонними людьми. Большинство родителей внушает детям, что нужно быть воспитанным и вежливым по отношению к людям старшего возраста. Не грубить и не врать. Но именно тихие, воспитанные дети чаще всего становятся жертвами преступников. Их проще обмануть, особенно когда они приучены говорить правду. Поэтому объясните ребенку, что нельзя ходить в гости к незнакомым и малознакомым людям, как бы заманчиво не выглядели предложения. И даже просьбу о помощи нужно игнорировать. Ни в коем случае нельзя заходить в лифт или подъезд с незнакомыми и малознакомыми людьми. Научите сына или дочь не стесняться привлекать к себе внимание в экстренных случаях. В случае опасности пусть кричит «Помогите, меня украли!». Прорепетируйте. Мало кто из детей умеет кричать, когда это нужно. Внушите ребенку, что необходимо обязательно что-то предпринять. Кусаться, барыкаться, царапаться. Убегать, если незнакомец настойчив. Дети должны знать свое полное имя, домашний адрес и номера телефонов служб экстренной помощи. Постоянно разговаривайте со своим ребенком, интересуйтесь его делами и увлечениями. Узнавайте про всех его знакомых. Будьте в курсе всех перемещений ребенка и мест, где он бывает. Конечно, невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни. Но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не сможет это сделать лучше, чем родители. Ведь именно внимание, любовь и забота родителей являются самой надежной и лучшей защитой для ребенка. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.